Сегодня у нас 9 октября 2019 год. Глубятник. Ошибки наши не повторят. Смотрите, как только сюда залазишь, смотри, чтобы не было кота. Наших не будет другой. Если он заскочит сюда, тебе его не поймать, а он будет ловить. У меня было, тут кот заскочил, да ладно, он сразу кинулся на какого, я его тут и ссапал. Оглядываться надо. Тут все запечатано. Ходу нету. Хорьки, колонки здесь не бывали ни разу. Помолимся. Господи, благослови нас и сохрани всю живность в этом селении. Живущих здесь благослови обильно. И место сие да будет освобождено от всего неугодного тебе. Прости, Господи, согрешения мои. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот попутно глянь, мы наносили воду, чтобы тебе не ходить, потому что колонки мы насос убираем. Наливать сколько покажут? Пятилитровый, 30 банок. Мы говорим, сегодня еще, может, еще 30 поставим. Чтобы пришел, налил, обратно поставим. Ну, 30-то не будет. А? 30 не будет. 20 будет? Не знаю, но сколько там есть? Ну, во всяком случае, 30 это уже запредельно. У меня последнее время, я сам не знаю, от чего это случилось. Вот они сидят так, видишь? Это уже дышит. Это не жилец. Но этих осталось сколько-то. Вот смотри сюда, я вот сюда встану. Что это висит? Вот это, что это за штука? Зерно, рубероид. А под ним? Ну, зерно. Два мешка. Ну, небольшие такие, подвешенные. Почему? Игорь сказал, сколько надо берите, показал кучу. А я здесь. А они всю эту кучу-то и привезли. У нас привезли назад. Игорь поехал, сказал. Он говорит, да я не думал, что все заберете. А на сколько хватит? Года на 4. Ну, они садятся, голуби, и мешок проклевывают. И чтобы не проклевали, у нас пришлось два рулона рубероида хорошего. Ну, он все так и стоит. Вот это называется тюрюк. Здесь примерно три вот таких мешка входит. Вот они еще и здесь не вошли, которые. В первую очередь, давайте натуру, чтобы было. Почему? Смотри, какая она у него. Вот она видно. Ну, а это мусор отойдет в сторонку. Так, кто из вас нуждается сейчас в зерне? Не нуждаетесь? Если какая-то будет нужда, мне позвоните. Это мы сразу разрешим. Сразу раз. Вон веревка, где же здесь. Вот здесь вот это. Посмотри. Да. И подними сюда ее. У нее там сзади петля делается. Все-то. Вот она там завязана снизу. Вот она. Все-все, она завязана там. А, здесь завязана. Все правильно. А здесь вот петля. Вот она. Одевайся по нас. А здесь, чтобы не упал мешок, всегда делается вот так вот. Прямо. И вот так. Теперь туда это раз. Затянул. Вера Майна. Видишь, сколько мы натаскали? Ну, я ясно делал. Вот она петля. А мешок загнуть, чтобы здесь получился пузырь. Иначе у нас соскочит. У нас было такое. Раза-два срывалось. Тюрьки полные. То есть здесь много. Я подумал, и с голубями плохо, что зерно. Он где-то протравливал. Но не заболели. Только породистые. Самые породистые. И падешь сначала. Вот так головой сидел. Это тоже не железо. Называются вертельщики. Это у них болезнь такая. И даже опытные эти голубеводы. Это бесполезно. Даже выправиться, маленько пограем на пет туда. Поэтому. Вот мы навешали. Много. Это нехорошо. У меня висело только три ряда. Ну, чтобы мыши не сели. А мышь здесь не может попасть. Но однажды она залезла, упала. И не выезла, пока не сожрала весь мешок. В труху превратила. Ну, здесь, видимо, не так. Может, запах отбивает. Теперь. Что с ними случилось падешь этот? Не знаю. Но стал в интернете искать. И нашел. Краснодар. Там тепло. У них там дикие голуби. Это два голубя. Они в лесу живут. И они называются ветер-тень и вяхер. По-разному. Название такое. И охотники за них охотятся. Как у нас на уток. Приехали охотники. Зашли туда, где обычно. Один валяется мелко. Второй посмотрели. Не стреляли. Пошли. Довольно все семь штук лежат. Они ходят только. И показывают. Они задели тревогу. Вот отсюда до конца крыши. Примерно вот такой участок занят. И голубь в голубь убежат. Принесли. Значит, решение. В прокуратуре там всем сообщили. Они травили мышей. Так а теперь в каких районах? Откуда прилетело? Голубь может 50 километров съесть и пролететь. Там расследование началось. А вот эти, которые лежат, решение сжечь. Они испугались. Если голубь отравленный и его съел какой-то там хорех или кто-то, хорех сдох. Его ворона ест теперь хорька. Сдохла. Ворону клюет сорока. То есть это целая цепочка идет. Яд исключительно сильный. Немецкий. Бумагу было завернуто у меня. Готово же тесто-то. И я не думаю ничего бросил в другом месте-то. Ну ладно, были одни крысы. От одной этой бумажки смазанной там чуть-чуть тестом-то. Я зашел. Крысы рядом лежат. А ее это доставал, у нас был ветеринар. Он на войне работал. Был когда я оттуда привез. И мне дал. Минеев. Он жил как вот к нам на огородчик идешь. Вот они сидят нахохлились. Они напоследу были. Другие уже впали, а они... Вот у меня осталось всего. Дальше. У меня есть вот это вот черные, дикие. Они стали с хохолками. И я из них вывел породу буквально. Дикие, а у них хохолок. Такого не бывает. Ну. Теперь будут залетать и другие. Меня не будет. Видите, как-то зашел. Голубь растерзанный. Посмотрел, голуби попрятались. Сова сидит. Ну, я приговорил. Поэтому закрывать, когда появится сова. Если появятся сейчас дикие голуби, я не охотник их кормить. Но у меня много зерна, а они искорченные прилетают. Поэтому пусть залетают. А их 20 штук всего. А 20, а у меня уже 30 погибло. Поэтому я их прокормлю до весны, а дальше они к Игорю перейдут. Значит, не выгонять. Вот зашел сюда, посмотрел. Идем сюда. Вот это доска, на которой я их кормлю. Вот сидит. Это никогда голубь не дам, чтобы руки. А они едят главная кормушка. Вот, ребят, посмотри. Чистое дно. И я вокруг насыпаю. Вот здесь вот еще. Когда они залетают, чтобы 4 могли. Но сейчас уже они даже не залетают. Вот эти залетают. Там, ну, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 6-7, допустим. Где-то. Эти я уже считаю обреченные они. Уже, ну, видишь, какой он дикий. А на голове хохолок. Вон, побежал. Видишь, нет? Вон. Они до конца держались. И крепче всех были. Вон, пошел его. Видишь, он не просто ходит, а его крутит. Вон, как. Я тогда делаю как? У меня здесь есть инструмент. Вот. Лопата. Что я делаю? Вот они сидят. Они еще не боятся ничего. Они очень худенькие сейчас. Ну, просто вот это пощупают. Это никому не передается. Это одни. И человек даже будет идти, если это абсолютно нет. Вот он. Видишь, как? У-у-у-у. Что-то компотно. Ну, с головной мышцы. Вот он какой. Гляди, какой хохолок. Такие новенькие. Сегодня один из гнездовыпал уже мертвый. Вон, вверху сидит. Это мне подарили. Очень хорошие. Они летают. Турманы перевертываются. Смотри, какие. Вот, который тут сидит главный. Серый. Коричневый. Какая была большая обножка у него на дне. И вот, произошел, мертвый лежит. Я делаю что? Так. Вот сюда захожу. Это я сейчас сделал. Картон постелил. Его не было. Я расширяю, чтобы мусор куда-то ушел. Вот так вот лопатой. Это вот мертвый, который мелкий. А они его уже не едят. Это воробиный корм. А, вот так. Раньше я это... Три дня назад это все шло туда. Они выбирали. А тут не выбирает. Это мышина. А тут будет видно. Поэтому иногда... Сейчас я покажу, где-нибудь. Иногда, когда здесь немного накопится... Вот здесь вот. Смотри. Я подхожу. И много заготовки убираю. И не сомневаюсь. И вот это вот. Можешь забирать своим воробьям. Сейчас ничего этого я не делаю. Вот здесь отсюда беру. Лопата. И веник. Это дело покажет. Вот здесь иногда так много насыпают. А шелуха-то вверху, а внизу-то не может взять. Поэтому менять практически каждый день надо. Что здесь? А вон сколько уже осталось. Труха. Поэтому я беру вот так вот. Ну-ка, посторонись маленько. Ну-ка, давай. Вот она. Видишь, что? Зерна-то практически нету. Как будто лежит, а на самом деле они его не едят. А вот откуда, людей. Поднимай. Только закрывайте, иначе голубь упадет, чтобы вывести не может. Вон там. А, там вон еще трое. Ну вот это сейчас девять. Смотри. Раз. А так их немного, поэтому по одной чашке. И корыто. Сюда подойдите. Вот это, здесь все у него уже ушло. Поэтому я беру банку. Вот подожди-ка, у меня тут баночек много. Вот это, которое здесь у меня золотая, на картонку высыпается. Его можно забирать каждый раз. Не ждать когда. Вот здесь я вот так вот беру. И сюда забираю. Это уже остатки, да, или что? Да. А теперь сразу сюда баночку высыпаю. Все. И каждый раз проверяю. А здесь еще. Здесь плюс-минус. Вот просто от этого выкинуть, и все так. Нет, тут тоже ничего нет. Это труха. Труха. Все забираем. Сейчас я ее отсюда. Это маленькое время подольше. Ну, не важно. Вот так вот еще возьму. Сюда точности никакой нету. Но сюда теперь я насыплю целый. А это, которое я набрал, я вот сюда вот скиплю. Когда они выбирали его. А, ну еще. Как у урагану у Сергея Павловича крутится. За холостом сняли. Крутится. Ему надо клевать зерно. Он крутится. Вот так голову выворачивает. Сейчас оттуда насыплю. То есть он ориентир на него потерян. Вон он. За кархачи не улетает. Где он? А, нет еще живой. Но уже скоро. Ну, уже видно, что уже доходит. Я вот сейчас возьму. Часует. Вот сюда насыпать. И туда насыпать. Потому что, если будут здесь дикие голуби, то они это все будут пожирать. У них выбора-то нету. Дальше. В первую очередь, если вот эта банка кончится, из мешков убирать. Вот они. Там баночку прям туда внутрь засудиваю. Из мешок. И сюда баночку. Много, чтобы здесь не было. Выщищать. Если не выщищать, они достать не могут. Это вот 30 примерно у меня куле висит. Под каждым куле, вот там, кульком, два мешка. Никогда это у меня не было столько жарно. Ну, раз привезли, ладно. Вот тут на пол рукой. Тут понятно? Тут понятно. Вот это вот все, ничего не надо. Да, это песок. Песок им нужен для переваривания, как вот галька. Ну, понятно. И тут... Любой птицы. Это соль. Вот так вот, маленечка, все хватит. Вот он сидит. А теперь у меня запасной вот еще соль. Песок. 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 Видим? И вот запасной этот песок отсюда брать. Ага. Понятно. Так, сейчас я того возьму, посмотреть. Да, интересно. Все уже замер. Уже не железо. И уже все, тело опало. Вылетают они вот, снаружи закрывается леток. Сейчас нет, совы сейчас не залетят, у них хватает пищи. Чтобы вот это поднималось до, ну вот как. Они же знают. Видите какой. Какой прекрасный. Какой козырек у него. Дикий голубь. Ну, лапа уже недвижимая, все. Его надо убрать сегодня. Так долго, вот у меня лет 10 ушло, пока вывелись они такие. Перекрещивались. Он уже не может, даже сверли, он уже не шевелит. Все. Ничего не определило. Или зараза пришла, или отраву кто-то взял, подсыпал. Или зерно. А зерна бы где-то еще было проявление. Воробьев много. Поэтому с фонариком ночью приходят, а вот пущие здесь нет. Вон они. Воробьи. Ну, они в основном берут не пшеницу, а вот которая раздробленная. Мелочь. Будет желание. Так, это я беру. Это не жилец. Так, а насчет воды что-нибудь? Вот сюда. Вот так. Насчет воды ты не сказал, куда что наливать. Так, воду, иди сюда сюда. Вы меня спрашиваете что-то? Нет, я спрашиваю. Так, то есть в руках удерживай его. Вот сюда посмотрите. Вот вода. Трогать не надо. Мы его промыли тазик, и он раз влесит. Он чистый легко. Вода же видать. Посвети, видишь? Видно, видно, да. Вот. Они на это заходят и пьют. Вот эта, которая железка вверху, она даже край тазика закрывать. Вот. Все. А у него дырочки. Мы их закрыли. Дырочки в этой железке. Вот они заходят, напились и все. Вот оно лопнутое. Вот до этого лопнутое, ну тут сколько, толщина пальца. Выше не надо. Иначе это все пойдет вниз. Потолок рухнет. Вот оно где. Тут еще куча. Смотри, я начинаю лихо. Открутил. Да там полно. Хватит там полно. Все, я беру. Дальше мы дополним. Вот рядом стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну там еще сколько-то. Все пошли. Да, осторожно. Вон тоже. Свету, да. Часуют. Часуют ребята. Но он. Он сидит уже. Все. Закочучился. Ну ладно. Притом причин никаких нет. Еда, питье. И вот такая вот. Это уже с неделю примерно. Пойдет. Такое. Я пришлю голубей оттуда. Штук может 15. И пришлю не сейчас. В авторник. Потому что если сейчас, то я могу взять любых. А мне надо, чтобы я там был. Я ночью приду. Высвечу, которые парами не трогаю. А которые отдельно, тех посажу. Посажу в коробку. Теперь. День, когда начинается. Я этих, которых осталось, выгоню на улицу. Там покормлю. А этих здесь закрою ледок. Покормлю. И опять. И жду Игоря. А они меня и накормили. А я по-другому никак не могу. И пары я не разорвал. А только когда снега. И тоже там. Значит, сюда придется с кипятком подходить. Я написал. Когда лед разобить его. Так, еще что спросите. Так, смотрите сюда. Вот это маленький мешок лежит. Большой важенский. В нем три капкана на парстуков и на бобров. Но бобры, говорят, не разрешают. Поэтому тихо нужно сделать, чтобы его не было. Я знаю, как это делать. Потому что почти на всех озерах я уже видел их. А не там. Ну, как-то избавиться надо. Они изрешетили буквально все эту. Потяну. Сейчас туда выйдем. Здесь все будет закрыто. Под погреб. И сказать, сарай. Все закрыто. Так, Володя, ты слазь. А я закрою тут. Да я закрою. Сейчас посмотрите, как открываются. Я бы сказал, что кто-то попросил кошек хороших. А потом отказали, что я оставил, а не говорю, что у меня тут вот. Казам объявление. Поро-поро. Все, Рыжик. А, Рыжик. Тебе в голубякину только, да? Здесь кольца. А я делал кольца, чтобы повыше поднять. Вот здесь, петля здесь. Отпустил, закрылась. Посмотри. Вижу, вижу. Не видно? Видно, видно. Так, видно? Все. Это, а что там, что там этот, вот эта высечка, решетка, там ничем не закрыта, что ли? Туда будет снег лететь. Да, лететь. Они попадают, видимо, обшибаются. Смещение закрыто. Вот такая и есть. И никогда ничего там не было. Ну, они не замерзнут? Нет, нет, нет. Они у меня... Закаленные. Дорогие голубей, говорят, теперь как вас венцам отдал. Вот оно все. Сегодня вот так. Если это не сильно будет открывать, тут можно даже еще один. Еще навязать, да. Да, да, да. Вот так вот делаем. Ох, ох, ох. Ну и так. Не на кольца. Кольца, если она ее почти не открывает. Она ослабела почему-то. То ли намокает тогда. Растянулась. Все. Посмотри, пока задержал ее, он уже все. Дед, а ну. Все. Помер, что ли? Да, все. Ну, эй. Дергался только что-то. Ну, видно было, что уже ничего. Глаза-то еще смотрит. Никита с ними стальными руками. Вот именно. Может, ты что с ним сделал, Никита? О, все. Глаза закрыли. Все глаза закрыли. Я прошу так это, чтобы ваша мать Ирина, она за это и смотрела. Кто-то уезжает, а ты кормил ежедневно, примерно в 10 утра. Потом пришел там, вода стоит рядом, плеснул, потом заменить это. Веником впихнул на картон. А потом из картона, когда много накапливается, чтобы мышей не кормить, приди там с ведром, с мешком, забери себе. Да мало ли что, она мелкая не едят. А если эту мелкую взять, да еще там сварить, это любая свинья съесть пшеница. Ну, все. Ладно, все. Благодарю Бога. Давайте поможем. Господи, слава тебе. Да будь благословена это место и селение сие. Сохрани их от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе, Боже, слава за все. В Твоей руке жизнь наша. Господи, от Тебя мы получили, и научи нас не роптать, когда это уходит от нас. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. А вот теперь гляньте сюда. Вам виден вот этот последний тополь большой? Да, конечно. Посмотри, у него какой сущок отходит кверху. Он весь гнилой. И сдолбины едят. Видишь, нет? И такой же точный, три таких. Ну, это там полтонны на ровесу. И прямо он весь в дырах. Этот тополь надо свалить. Я показывал, как это сделать. Выпиливается. И туда ставится самый мощный домкрат. А с той стороны надпиливается. Ну, надо заранее, можно было бы, натянуть. Хотя бы, хоть недалеко. И трактором, как бы, тянуть туда. Не знаю, там, шестерка или чем. Ну, будет это или нет возможности. И ждать, когда ветер пойдет с той стороны. Парусность. И напротив, где стеновод стоит у Игоря, у него там точно так же. Вон он. Стоят. Рано или поздно они рухнут. Эти сучки. Ну, раз он высох, то и. Им просто много лет уже. Да. Ну, вот вы сами подумайте, как зимой это организовать и убрать. Потому что это ваша безопасность. А мы сейчас едем на этот пруд. Я усмотрел то место, где может прорыв быть. И заново начинаем там добавку давать. Хотя, в последний день не хотели еще делать. Ну-ка, как? Смотри. Рыжий. Он не будет трогать его. Нет, все. Сработало у него. Дальше он не идет этого. Они накормлены. Так, с Богом. Давайте. Я надеюсь. Вы друг другу передавайте вахту, когда уезжаете. Хорошо. Главное, тут Никита. Можно нажимая. severe. Не г landscape. Привет. Алло. Выг신. А я надеюсь. Я надеюсь. Субтитрыυ coincessцем. Я надеюсь. Я надеюсь.